Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила. Руководство для предпринимателей. Автор Дэн Кеннеди. Озвучено каналом. Иногда полезно нарушать правила. Я нарушил не только все известные мне правила, но даже те, о существовании которых и не подозревал. Мы, люди, всегда выдумываем правила. Насколько же полезны все эти правила? Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее надавите на педаль газа. В 1960-х годах тренеры обучали легкоатлетов прыгать в высоту лицом вперед. По логике, вроде все правильно. Естественно, что спортсмену хочется видеть, куда он падает. Но один парень, Дик Фосбери, придумал прыгать в высоту иначе. Подбегая к планке, он отталкивался правой ногой, разворачивался на 180 градусов и перелетал через планку вперед спиной. Журнал Time назвал это самой абсурдной техникой прыжков в высоту, когда-либо существовавшей на свете. Конечно, все смеялись. Такой прыжок назвали шлепком Фосбери. Это не единственный раз, когда общепринятая мудрость была посрамлена. Самое главное клише, правила существуют, чтобы их нарушать. Эта книга посвящена разрушению стереотипов. И очень может статься, что самое главное клише, правила существуют, чтобы их нарушать, имеет первостепенное значение. Я всегда ставил под сомнение прописные истины. Мой основной бизнес – реклама. Мы по рукам и ногам связаны бесчисленными правилами, диктующими, как надо делать хорошую рекламу. Мы со всех сторон окружены конвенциональной мудростью. Вся моя карьера построена на нарушении таких правил. С одной стороны, мне по душе такой простой подход – дайте мне только один набор правил. С другой стороны, я не только уверен в том, что не существует универсального комплекса инструкций на все случаи жизни. Я убежден, что если бы кто-то им пользовался, то обязательно в половине случаев нарушал бы его. И все же, понимая всю бесполезность правил, мы продолжаем изобретать новое. Нигде нет столько правил, как в сфере достижения успеха. Среди классических идей и аксиом о деловом и жизненном успехе, который мы выворачиваем наизнанку и оцениваем критическим взглядом, многие принадлежат к сокровищам индустрии успеха. Некоторые мои коллеги могут негативно отнестись к этой книге. Но я не комплексую по этому поводу. Я считаю так – если ты не задеваешь кого-то хотя бы раз в день, значит, ты слишком мало говоришь. Невозможно было устоять против соблазна обидеть этими страницами десятки тысяч людей. Забудьте абсолютно все, что вы когда-либо знали о позитивном мышлении и мотивации. Мысль разрушительна и революционна, губительна и ужасна, мысль безжалостна к привилегиям, авторитетным организациям и привычным традициям. Мысль заглядывает в самую глубину ада и не испытывает страха. Мысль велика, стремительна и свободна. Она – свет и верх торжества человечества. Большинство успешных людей неохотно признаются в этом, но ими двигали и двигают самые низменные негативные эмоции. Не думаю, что нашелся хотя бы один автор популярных книг на тему, как преуспеть в жизни, кто затрагивал бы подобную тему. Наоборот, большинство проповедуют идею подавления, искоренения всех негативных эмоций или избавления от них, теорию всепрощения и сосредоточения на позитивных и светлых мыслях. И это кажется правильным. Но реальность доказывает совершенно обратное. И это только один из многих примеров неверной интерпретации и ошибочного применения теории позитивного мышления. Вот основные ошибки, которым приводят людей неверное толкование позитивного мышления. Это истошный безумный крик, пытающийся заглушить голос разума. Я не раз наблюдал, как одинокому смельчаку доставало мужество подвергать сомнению логичность и жизнеспособность некоторых идей, но ему тут же затыкали рот советом. Не будьте столь негативно настроены. Многие лекторы в качестве примера позитивного мышления часто приводят такую шутку. Один парень оступился и упал с крыши 30-этажного здания. Он летит навстречу верной смерти. Из окна на 15-м этаже кто-то кричит ему «Ты как там?» Пока нормально. Эту шутку, повторяющуюся бесчисленное количество раз, с полным правом можно считать классической. Но это не пример позитивного мышления. Это образец обыкновенной глупости. Идея о том, что многочисленные вопросы, сомнения, скептицизм, поиск причин, по которым нечто может не получиться, выдают в тебе негативно настроенного человека. Раковую опухоль, которую надо немедленно вырезать, опасный голос, который следует заглушить, бессмысленно и порочно. Цинизм действительно нездоров. Позитивные мироощущения действительно полезно и желательно. Но слепой, упрямый оптимизм на пустом месте – это глупость. Если вы менеджер по продажам, то у меня найдется для вас один особый нестандартный совет. Вместо того, чтобы выпендриваться на еженедельных собраниях, пудрить мозги присутствующим позитивным мышлением и осуждать тех, кто посмел податься негативному настроению. Возьмитесь за дело и добейтесь конкретных практических результатов, которые вы можете представить в виде маркетинговых разработок или планов продаж. Тогда у ваших сотрудников будет реальный повод для оптимизма. Торговых агентов, менеджеров и всех тех, кому по роду деятельности приходится убеждать или оказывать влияние, я обучаю позитивной силе негативной подготовки, тщательному определению и анализу каждого возможного возражения, которое может возникнуть каждой причиной отказа или недоверия, каждого недостатка или дефекта товаров, услуг или предложений. Перенесите весь этот негатив на бумагу. И тогда вы сможете грамотно подготовиться ко всем этим препятствиям. Вас нельзя будет застать врасплох, когда эти сложности поднимут свои уродливые головы. Тогда вы с полным правом можете ожидать положительного исхода. Те, кто верит, что положительные мысли, подобно волшебному амулету на шее, предотвращают проблемы, избегают циничных, негативно настроенных людей. Те, кто использует позитивное мышление, как дети, которые свистом отгоняют в темноте страшилищ и призраков, обречены на разочарование и депрессию. Люди, предпочитающие закрывать глаза на негативное, с той же вероятностью могут упасть на железные дороги перед мчащимся поездом, как и улечься на ложе из роз. Кто может сказать точно, что должно служить для вас мотивом? Все, что на вас действует. Нет никаких сомнений в том, что такие сильные эмоции, как злость, обида, желание отомстить или боязнь краха, могут привести к весьма неприятным побочным эффектам, начиная от разрушения личных отношений и заканчивая пошатнувшимся здоровьем. Но отказ признавать тот факт, что подобные чувства послужили толчком огромному числу достижений, свидетельствует о лицемерии и стремлении смотреть на мир сквозь розовые очки. Истинные причины, стоящие за многими историями успеха, далеки от возвышенных, благородных и позитивных мыслей. И с этим не поспоришь. Именно собственное представление о себе определяет, что человек может, а чего нет. Если, к примеру, глубоко внутри кто-то считает себя спортивно неподготовленным, неуклюжим ребенком, которого никогда не возьмут в команду, то он может брать сколько угодно уроков по гольфу. Просмотреть бесчисленное количество матчей, изучать технические аспекты хорошего удара. И все равно его реальная игра будет неизменно соответствовать глубоко укоренившемуся контролирующему образу. Миф о прирожденном торговом агенте. Маленький мальчик, показывая отцу дневник, в котором пестрят одни двойки, произносит интересно, это наследственность или окружение. Есть ли в природе вообще такое явление, как прирожденный кто-то? Можно ли сказать, что существуют прирожденные торговые агенты? Или кто-то, кому от природы не дано стать таким агентом? Если вы просмотрите информацию о рождении детей, печатаемую в газетах, то найдете там много объявлений о появлении на свет маленьких мальчиков и девочек, но не одного, а рождение маленьких торговых агентов. Многие очень сильно ограничивают себя и свои возможности, упрямо веря в то, что преуспевающие люди в любых областях были рождены заниматься тем, чем они занимаются, что успех дался им естественным образом. Большинство успешных людей определенно не рождаются заниматься тем, что в конечном счете они делают так здорово и естественно, что кажется, будто это выходит у них само собой. Ваше прошлое, старое убеждение и представление о собственных способностях, опыт, связанный с вашими талантами, все, что вам говорили об этом, будет определять ваше будущее, только если вы ему позволите. Вы либо разрешаете, либо запрещаете прошлому контролировать будущее. Если вы не обладаете талантом в какой-то конкретной области, если вам не хватает естественных способностей, вы можете компенсировать этот недостаток, стоит только всерьез взяться за его искоренение. Если природа подарила вам талант в той сфере, в которой вы бы хотели преуспеть, с благодарностью используйте и развивайте свое преимущество. Но в любом случае вы способны многого достичь, стоит только по-настоящему захотеть. С другой стороны, каждый обязан искать те области, в которых он сильнее остальных. Не всякий, к примеру, должен быть предпринимателем. Некоторые люди считают себя бизнесменами потому, что больше нигде не могут найти работу. Но это еще не характеризует человека как предпринимателя. Как иммигранта может быть, но не как предпринимателя. Успешного бизнесмена отличают видение перспективы, амбициозность, толстокожесть, иммунитет к неудачам, умение жить в одиночестве. Это характеристики, которыми не каждый захочет обладать. И только лишь тот факт, что вас сократили с должности менеджера среднего звена и вы умеете писать слово «консультант», вовсе не означает, что вы должны им быть. Не потому, что вы не можете. Вы можете сделать практически все, что угодно. А потому, что вы не должны. Основываясь на том, кто вы есть и кем вы хотите стать. По сути, самый разумный совет касательно карьеры, который только можно дать, звучит так. Выбирайте род деятельности в зависимости от типа личности, который этот род деятельности заставит вас стать. Сегодня без высшего образования никак не обойдешься. Когда я учился в школе, все преподаватели сходились во мнении, что мне суждено закончить жизнь на электрическом стуле. 15 лет назад те, кто получил высшее образование, зарабатывали на 40% больше тех, кто окончил лишь среднюю школу. Сегодня эта цифра равняется 60. Это веский аргумент в пользу высшего образования. Но присмотритесь повнимательней, и вот какая картина откроется перед вами. Если колледж или университет и готовят вас к чему-нибудь, то только к работе. К тому, чтобы зарабатывать на 60% больше остальных, сидя на службе. Высшие учебные заведения не учат студентов, как стать предпринимателем и уж тем более, как разбогатеть. Список невероятно удачливых и преуспевающих людей, бросивших среднюю школу или колледж, или вообще не имеющих академического образования, довольно длинный. Не имею ничего против колледжей. Не поймите меня превратно, я не имею ничего против колледжей, при условии, что человек, получающий высшее образование, понимает, что оно ему дает, а чего нет. Для некоторых профессий – врачи, адвокаты, учителя – диплом необходим. Разве бывают хирурги-самоучки, специализирующиеся на операциях на головном мозге? Но, как я уже писал, для большинства образования – это лишь подготовка к работе и, следовательно, зависимости от других людей. Во многих отношениях оно настраивает людей на устаревшую, но продолжающую действовать карьерную схему, получить хорошее место в солидной компании, подняться по корпоративной лестнице наверх и оставаться там на протяжении 40 лет. Если вы учились вместе с активными, энергичными и амбициозными студентами, эти связи могут вам впоследствии пригодиться, например, чтобы устроиться на неплохую работу или продавать страховки. Сумасшедшие. Что касается приобретения необходимых знаний, могу предложить вам три способа действий, которые под силу любому человеку. Во-первых, посетите ближайшую крупную библиотеку и подружитесь с библиотекарями в отделе бизнес-литературы. Там вы найдете огромное количество информации, посвященной любой идее, продукту, услуге, сфере бизнеса или проблеме, причем бесплатно. Там есть отделы практически по любой области знаний, познавательное пособие, написанные ведущими специалистами во всех отраслях человеческой деятельности. Там можно проводить исследования по патентам, торговым маркам, авторскому праву, найти сведения о производителях, импортерах, поставщиках, представителях промышленных компаний, дистрибьюторах, оптовых продавцах. К вашим услугам разнообразные статистические данные. Сегодня огромное число библиотек есть в интернете, так что вы без труда получите доступ к любым источникам, которых не найдется в местной библиотеке. Во-вторых, выделите 50 самых преуспевающих и умных людей, работающих в той области, что вы для себя избрали, разыщите их, назначьте с ними встречу, угостите их завтраком, обедом, ужином, засыпьте их вопросами. 10 из 50 согласятся уделить вам некоторое время. Мой коллега, оратор Джим Рон, называет это накормить миллионера обедом. Этих людей вы можете повстречать на профессиональных встречах и торговых выставках. Заранее приготовьте продуманные вопросы, основанные на тщательном изучении их жизни и работы. И, наконец, устройтесь на работу в компанию, работающую в той области, которую вы хотите изучить. Там вы можете узнать массу полезного и почерпнуть бесценный опыт. Не отказывайтесь работать бесплатно, если потребуется. Будьте как губка. Впитывайте в себя каждую каплю информации. Тот, кто обращает внимание на любую мелочь, за 10 минут приобретет десятилетний опыт. Скромность и смирение – качество, достойное восхищение у монаха, но не у предпринимателя. Миром должны править кроткие и смиренные. Но только не в наше время. У застенчивых торговых агентов тощие дети. Возможно, вы выросли в семье, где скромность и смирение проповедовались как величайшие добродетели. Возможно, вас с измальства учили разговаривать, только когда к вам обращаются, не заниматься саморекламой, вам внушали, что скромность – это достойное качество, а хвастовство – великий грех. Я считаю, что подобное воспитание ограничивает, даже вредит многим людям, когда они решают вступить в мир жесткого, конкурентного бизнеса. Когда вы задумаете совершить нечто грандиозное, то обязательно столкнетесь с массовым сопротивлением обывателей. Скептики, фомы неверующие и критики, которых можно найти где угодно – в своем собственном доме, на работе, в банке, магазине. Вы будете сталкиваться с ними на каждом шагу. После этого, успешно преодолев данный отрезок пути, вы окажетесь на битком забитом рынке, где присыщенные разборчивые покупатели настойчиво требуют скромности и покорности. Чтобы выдержать все это, вам потребуется немалая доля самоуверенности, веры в свою правоту, даже когда весь мир утверждает обратное, а также в то, что у вас есть что предложить миру, даже если он сначала встретил ваши идеи без энтузиазма. Самоуверенность – необходимое качество для успеха. Если вы не готовы смотреть на собеседника в упор, не моргая и не колеблясь, утверждать, что вы – самый лучший в своей сфере и знаете, что говорите, кто-нибудь обязательно вас опередит, а вы останетесь с носом. И если вы не хотите ломиться в двери, кричать во всю глотку, превратиться в надоедливую муху и делать все остальное, что нужно для привлечения внимания, рынок просто не заметит вас и оставит за бортом. Важность и ценность саморекламы я познал на собственном опыте. Неважно, кто вы – лектор и консультант, как я – хиропрактик, парикмахер, исполнительный директор огромной корпорации. Люди предпочитают иметь дело с очень уверенными профессионалами, не стесняющимися заявлять во всеуслышание, как Мухаммед Али. Я – самый лучший. Мне кажется, это довольно очевидно. Но тут возникает другая проблема, поскольку огромное число бизнесменов, предпринимателей, торговых агентов, консультантов, врачей и прочих профессионалов. Предоставляющих разнообразные услуги, испытывают чувство вины за свои гонорары, отказываются оценивать свои знания и труд в реальную стоимость и боятся требовать достойную оплату. В бизнесе вы должны делать все возможное, чтобы защитить свои идеи, информацию и интересы и получить максимальную компенсацию за свои знания и компетенцию. Завоеванный авторитет – это уважение, которого вы требуете и которое заслуживаете. Конечно, вам придется пройти лишнюю милю и предоставить клиентам больше услуг, чем те ожидают. Естественно, вы должны обеспечить своим сотрудникам все возможности для продвижения, совершенствования и вознаграждения. Но это разумное и продуманное вложение. Это не дарение. Не путайте эти два понятия. Вы никогда не должны просто так отдавать свои знания, опыт и время. Творчество как оспа. Идеи приобретают ценность только в процессе развития позиционирования на рынке, продажи и маркетинга, а также упорной и кропотливой работы. Большинство изобретателей, которым все-таки удалось разбогатеть, приложили все силы, чтобы их замыслы воплотились и построили на них свой бизнес. Около сотни людей сегодня могут иметь одну и ту же инновационную идею, причем каждый из них будет свято верить, что он один такой умный. Около десяти из них способны сделать шаг вперед и заняться защитой своего изобретения. Но только одному достанет мужество и целеустремленности взвалить себе на плечи нудный, долгий и далекий от творчества труд по поиску капитала, привлечению продавцов и созданию бизнеса, который помог бы заработать на идее деньги. 99 этого не сделают. Сделают только один. Я хочу еще раз подчеркнуть, что без приложения огромного объема, весьма некреативных, а очень даже прагматичных усилий, новые идеи теряют всю ценность и значимость. Само по себе творчество бесполезно, если не сочетается с тяжелой и кропотливой работой. Есть такое высказывание. 1% вдохновения, 99% пота. Совершенно верно. Если вы постоянно порождаете гениальные революционные идеи, взгляните в глаза реальности. Вам придется натянуть рабочую одежду, закатать рукава и проделать массу нетворческой и не самой приятной работы. Только тогда ваши идеи принесут пользу. Если вы точно знаете, что не в состоянии придумать ничего оригинального и в вашем ДНК начисто отсутствуют творческие гены, утешьте себя тем, что сами по себе креативные идеи подобны непосаженным семенам. То, что вы получаете, на выходе гораздо важнее. Вне всяких сомнений, творчество не является обязательным условием для создания процветающего бизнеса и достижения финансового успеха. Мало того, что творчество не требуется, креативный подход может стать препятствием на пути к успеху. В рекламном бизнесе за креативностью слишком часто охотятся ради нее самой, отодвигая на задний план интересы заказчиков или желание получить результаты. Раболепное поклонение творчеству ослепляет людей и заставляет их искать более простые и менее рискованные пути. Переоценка важности креативного подхода многих удерживает от использования других возможностей. Забудьте все или почти все, что вы когда-либо слышали об упорстве. Если поначалу вы потерпели неудачу, попробуйте еще раз. Потом бросайте. Нет никакого смысла биться над проблемой, как полный дурак. Упорство слишком сильно переоценивают. Вам наверняка приходилось выслушивать нравоучительные лекции о настойчивости. Пробуй, не отступай. Прояви упорство. Если вы поддавались на эту провокацию, то, вероятно, не раз испытывали разочарование и чувство вины. Из-за прочно укоренившейся традиции упорствовать, чего бы это ни стоило, те, кто отступает, считаются неудачниками и вынуждены терзаться угрызениями совести и отчаянием. Это вредная традиция. Мы дошли до того, что стали прославлять как добродетель готовность преодолевать немыслимые препятствия, несмотря даже на то, что рядом проложена легкая тропа, и делать самое сложное, даже если простое приведет к той же цели. Американским путем стал трудный путь. Мне бы хотелось призвать вас к достижению целей максимально простыми способами. Мне нравится срезать пути и идти напрямик. Мне по душе, когда работу можно выполнить легко и быстро. Если вы умеете достигать желаемых результатов, покачиваясь в гамаке под тенистым деревом, попивая лимонад и отдавая ценные указания по мобильному телефону. Пока другие в попытке решить ту же задачу, носятся сломя голову, таскают за собой тяжеленный дипломат, битком набитый бумагами, без конца застревают в пробках и часами просиживают в приемных, снимая перед вами шляпу. Только не поймите меня превратно. Я ненавижу лень и праздность. И терпеть не могу тех, кто хочет получить все, не вложив ничего. Я верю в ценность труда. Просто я считаю, чтобы получить дополнительные золотые звезды, вовсе не обязательно карабкаться на гору своим ходом, когда рядом работает подъемник. Вкратце про несколько мифов об успехе, разбитых в пух и прах. Некоторые свято хранимые убеждения об успехе и неудача так легко развенчать, что они не заслуживают отдельной главы. Я перечислю их по порядку. Какое отношение к этому имеет удача? Вам придется каждый день заключать пари на все подряд, иначе вам будет везти, а вы и не узнаете. Какое отношение к этому имеет удача? Возможно, самое непосредственное. Существует, к примеру, известная история о Фредди Смите из Федоэкспресс, которому нечем было платить служащим. Он собрал остатки наличности, полетел в Вегас и выиграл в кости достаточную сумму, чтобы компания могла работать дальше. Азартные игроки обожают эту историю. Большинство моих коллег, занимающихся вопросами успеха в бизнесе, терпеть ее не могут. Все они категорически отрицают любое участие удачи. Они должны так делать. В конце концов, признать существование счастливого случая и невезения, никоим образом не связанных с личным контролем и самоопределением, означает позволить людям утвердиться во мнении. И зачем это мне беспокоится о постановке целей, распределении времени, о владении нужными навыками и прочей ерунде, если счастливая случайность в одно мгновение может вознести меня на вершину успеха? Я прекрасно понимаю желание торговцев секретами успеха проигнорировать фактор удачи и везения. Но это большая ошибка. Такая штука, как везение, действительно существует. Как бы вы это ни назвали, как бы ни описали, судьба время от времени выбрасывает невероятные фортили. Скажем, стечение обстоятельств. Поспешишь, людей насмешишь. Я знаю массу людей, которые лучше и эффективнее работают в условиях жесткого цепнота. Я всегда говорю, что я самый трудолюбивый лентяй на всей планете. Если надо мной не висят горы работы и меня не поджимают сроки, я даже пальцем не пошевелю. И в то же время я могу сделать и делаю за час больше работы, чем многие за неделю. Думаю, двухминутная атака – это по мне. Нравится вам это или нет, стремительный темп современного общения не оставляет нам возможности для торможения, пауз и задержек. Факсы, электронная почта, интернет, мобильные телефоны, модемы – все это мгновенно связывает нас друг с другом, со много раз умножая необходимость немедленного ответа. Плохо ли это, хорошо ли, но это так. Так что нам всем приходится пошевеливаться. Работая на ходу. Есть такой маркетинговый прием под названием «сухое тестирование», официально оно незаконно. В эфир пускается реклама, рассылаются письма презентации, когда товар еще не выпущен и не готов. Делается это до того, как товар будет запущен в производство, чтобы определить, будет ли он пользоваться успехом. Хотя это является нарушением правил Федеральной торговой комиссии, мой опыт подсказывает, что каждый маркетолог время от времени прибегает к такому приему. Если товар пользуется успехом, он в спешке запускается в производство, и весь процесс иногда занимает всего несколько минут. Это лишь один пример того, как реальный бизнес отличается от чистого, правильного, классического, описанного в учебниках. При работе с большинством моих клиентов и их проектами мы одновременно находимся и на стадии планирования, и на стадии внедрения. И зачастую жертвуем качеством, даже совершенным, чтобы только процесс пошел, после чего возвращаемся и устраняем недостатки, дефекты, выравниваем шероховатости и разрешаем проблемы. Успех и скоростная горячка. Если вы настаиваете на том, что поспешишь, людей насмешишь, вам придется признать, все, кто добивается высоких результатов, в любом случае работают в ускоренном режиме. Наполеон окончил учебу в два раза быстрее положенного. Олд Дисней частенько уходил в длительные рабочие загулы, прерываемые периодами полного упадка сил, и почти половину своей жизни проспал на кушетке в офисе, поскольку не хотел тратить время на поездки домой. В возрасте 19 лет Пикассо каждый день рисовал по одной картине. Торговцы произведениями искусства предупредили, что своими работами он уничтожит рынок. Они ошибались. Те, кто постоянно пытается вас осадить, затормозить, расслабить, понятия не имеют, что вас будоражит, что приносит вам ощущение реализованности, что вам необходимо для успеха. Несмотря на то, что люди, больные скоростной горячкой, платят высокую цену, в этом кроется секрет их потрясающих достижений. Более того, быстрый темп, ориентированный на успех, не обязательно приводит к суете или снижению качества. Большинство людей работают гораздо медленнее, чем следовало бы. Чтобы сделать деньги, нужны деньги. Я был самой большой двойной угрозой, без денег и без опыта. Подозреваю, что люди чаще отказываются от своих предпринимательских идей и планов из-за отсутствия денег, чем по какой-либо другой причине. У меня нет такого капитала. Я не знаю никого, у кого было бы нужное количество денег. Я не могу достать столько средств. Полный бред. Сегодня вы можете нанять множество экспертов, которые составят для вас традиционные планы по созданию бизнеса, предскажут от 2 до 5 лет работы без прибыли. Распишут бюджет на самое разнообразное оборудование и рассчитают начальный капитал на миллиард или 2 долларов. Однако среди миллионеров полным полно людей, проигнорировавших все эти глупости и начинавших практически без гроша в кармане. Им удивительным образом удалось пробиться на самый верх. В каком-то смысле солидный начальный капитал даже вреден, не нужно бороться за выживание. Я уже давно пришел к выводу, если ты не можешь делать деньги без денег, ты не сделаешь их, имея в своем распоряжении внушительные средства. И если вы решили профинансировать кого-нибудь, выберите предпринимателя, доказавшего, что он может выжить без большого капитала. Большие финансовые резервы могут обернуться страшным проклятием. Даже сегодня, когда один из моих партнеров в нескольких компаниях почтовых заказов задумал основать новый бизнес, мы судили ему лишь тысячу две долларов. Мы настаивали, что этого должно хватить для привлечения остальных финансов, и что фирма должна развиваться за счет полученной прибыли, а не за счет наличных из наших карманов или доходов от другой деятельности. Могли мы позволить себе более крупную инвестицию? Конечно. Были бы результаты более впечатляющими? Вряд ли. Дефицит финансов заставляет нас легко и быстро отыскивать выходы из самых сложных ситуаций, принимать самые грамотные решения и считать каждый цент. Впоследствии мы, конечно, можем без опаски ассигновать какие-то суммы на безумные эксперименты, инновации. Но вначале мы должны прикладывать все свои знания и опыт лишь в самом верном, безопасном и надежном направлении, чтобы каждый вложенный доллар оборачивался тремя. Думаю, такой подход всегда эффективен. И точно знаю, что благодаря ему был создан не один бизнес. Иллюзии маркетинга. Хаос часто порождает жизнь, а порядок – только привычку. Определение старых учебников по маркетингу и классическое разделение рекламы, маркетинга, торговли и дистрибьюции в настоящее время больше ограничивают, нежели помогают. Во многих компаниях маркетинговые отделы представляют собой бюрократические механизмы, приводимые в движение сухой статистикой и результатами исследований. Зачастую их можно упразднить без вреда для функционирования фирмы. Так что же такое современный маркетинг? Я верю в предпринимательские стратегии. Даже в крупных корпорациях настоящие профессионалы в этой области должны иметь определенную свободу и действовать скорее как бизнесмены, чем как бюрократы. Если вы принимаете непосредственное участие в маркетинге своих товаров или услуг, думаю, вам нужно постоянно анализировать существующую ситуацию, перспективы стратегии и принципы. Маркетинг – это поиск новых возможностей, совершенствованных способов формирования прочных и стабильных отношений с клиентами. Согласно моему определению, во многих случаях маркетинг есть не более чем иллюзия. На самом деле люди занимаются не им. Подобную стратегию я предлагаю многим своим клиентам. Не позволяйте топ-руководителям засиживаться в башне из слоновой кости, поставьте их за прилавок, посадите на телефон отвечать на звонки. Пусть рабочие займутся переговорами с клиентами. Перетасуйте все должности. Пусть каждый из сотрудников почувствует себя в шкуре другого. Заставьте общаться тех, кто раньше не контактировал из-за разницы в статусе. Совершенно новый критерий оценки делового успеха. Американские корпорации под давлением акционеров, топ-руководства и финансовых учреждений вынуждены каждый квартал обнародовать суммы прибыли. Подобная практика, рассчитанная на ближайшую перспективу, обусловливает многие решения, ведущие к ужасным долгосрочным последствиям. В отличие от американских коллег, японские бизнес-лидеры смотрят далеко вперед и про себя посмеиваются над нашей недальновидностью. Но и те, и другие оценивают деловой успех на основании воловой выручки, удельного веса, доли прибыли, увеличения доходов. Уже долгие годы я пропагандирую иной, более надежный и резонный критерий – длительность спроса и частотность обращений клиентов. Когда компания ориентируется, прежде всего, на эти показатели автоматически достигаются и многие другие экономические цели. Звучит настолько здраво, что даже неприятно. Поразмыслив логически, можно ли выделить лучший критерий успеха и мастерства, чем количество клиентов, становящихся постоянными покупателями или отдающих предпочтение определенному бренду не просто время от времени, а всегда или в большинстве случаев. Тем не менее, компания, как правило, не предпринимают ни одной попытки провести оценку по такому критерию. Некоторым такая мысль даже в голову не приходит. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok